Спасибо большое, уважаемые коллеги и участники конференции. Спасибо за возможность присутствовать, участвовать и выступить на сегодняшнем мероприятии. Спасибо огромное гостям, которые к нам приехали. Современное развитие инфокоммуникационных технологий вынудило нас всех овладеть этими технологиями, внедрить их не только в нашу повседневную жизнь, но и в систему образования. Мы заговорили о цифровизации образования, что само по себе заслуживает совершенно отдельного обсуждения. В одном из последних своих выступлений, уже в период карантинных мероприятий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии. Наверное, по причине того, что система образования не рухнула, не остановилась, не прекратила работать и достаточно быстро перешла на дистанционную форму. Применение информационных технологий вполне применимое в образовании тоже. Но где, насколько это возможно, а где невозможно вообще? Не могу не упомянуть установку Андрея Фурсенко, занимавшего постминистра образования России с 2004 по 2012 год, который указывал, что недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца. Задачу же современной России Фурсенко видел в тот момент, «Чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированного пользоваться результатом творчества других». И тогда вопрос, а кто эти другие, которые творческие? Они где и кем будут воссоздаваться? Сергей Михалков за всю свою длинную продолжительную жизнь несколько раз повторял один и тот же постулат. «Сегодня дети, завтра народ». Хотелось бы, чтобы мы все, и наше руководство задумывались над миссией образования в обществе, над поставленной перед нами задачей по формированию не конкурентно способного образования, а образованной, творческой, культурной, профессионально подготовленной личности. Хочу обратить ваше внимание на то, что то, чем мы занимаемся, чему посвятили всю свою жизнь, называется образование. Что не есть только самостоятельное получение знаний или видимость этих знаний. Образование – это процесс обучения и воспитания личности. Процесс сложный, многосторонний, но никак не платная или бесплатная услуга. Далекий от непосредственного процесса светского образования патриарх Кирилл, однажды выступая на конференции, сказал, преподаватель не продавец, который предлагает купить у него некоторые знания. Преподаватель – это наставник, который помогает молодым найти свой путь в жизни. По исследованию проблем в системе юридического образования на базе юридического института СКФО в рамках реализации гранта ФФИ мы опросили студентов первого-второго курса, обучающихся на бакалавриате и на магистратуре. Опросы мы продолжаем проводить и сейчас, в условиях дистанционной формы общения. Некоторые результаты опроса были крайне неожиданными для группы исследователей, а именно были отмечены низкие показатели профессионального уровня правосознания будущих юристов, что можно было бы объяснить. Но, скажем так, формированием профессионального правосознания процесс еще не завершен на втором курсе. И второе, чем можно было бы объяснить, я все время говорю, было бы, наблюдается общая негативная тенденция в российском обществе, свидетельствующая о низком уровне правосознания и правовой культуры в целом, что сильно настораживает. Мы просто не успеваем работать со студентами, а другие успевают работать с ними. Много проблемных вопросов и ответов для размышления мы получили исследованный механизм приема в юридические вузы. Кого и как мы принимаем? Каков основной принцип отбора и поступления в юридический институт? Допустим, что мы подготовили профессионала, специалиста, а он как был, так и остался с деформированным правосознанием. И здесь я позволю себе привести несколько ответов наших опрошенных студентов-магистрантов первого года обучения, выпускники нашего учебного заведения. Задача стояла завершить предложение. Итак, юрист должен знать законы. Так, и далее ответ. Так как ошибка юриста равносильна ошибке врача. Она может стать человеку жизнью. Второе. Мои обязанности в юридической и профессиональной деятельности заключаются в том, и ответ, чтобы помогать гражданам своей страны и в стране в целом. Третье. Своё отношение к праву я характеризую. Заметьте, ответ как трепетное уважение к закону. Если бы все люди нарушали законы, то ответ жизни на планете Земля бы не было. Каким должно быть правосознание обучающегося в юридическом вузе? Исследует ответ высоким и трепетным. Если поступил в юридический вуз человек с деформированным правосознанием, то ответ этот человек не должен работать юристом. Можно ли в процессе обучения в юридическом вузе исправить деформированное правосознание? Ответ. Вряд ли можно сделать. Такие люди не должны обучаться столь важной профессии. Если выпускник юридического вуза с деформированным правосознанием получил диплом о высшем профессиональном образовании, то непременно стоит его лишить данного диплома, пока он не покалечил других людей. И последнее. Если профессиональное юридическое правосознание специалиста деформировано в продолжение, то в своей деятельности он не достигнет высоких показателей и результатов, он может использовать знания и навыки вопреки людям и государству. Это наши выпускники. Первый курс магистратуры. Радует то, что мы становимся услышанными. Как известно, президент Российской Федерации внес законопроект о воспитательной работе в системе образования. Хорошо бы нам сегодня это обсудить. Их смысл, этих поправок, укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы. С этой целью предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правила норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Предлагается понять, что воспитание также призвано формировать чувство патриотизма и гражданственности. Уважение к памяти защитников отечества, к закону и правопорядку, человеку, труда, старшему поколению, а также прививать уважение к культурному наследию и традициям народа в России, а также к природе окружающей среде. В тексте законопроекта указано, что образовательные программы подлежат приведению в соответствии с этим текстом не позднее 1 сентября 2021 года. К сожалению, там нет раздела о том, как за это время подготовить и студентов, обучающихся, и преподавательские коллективы к решению новых воспитательных задач в детских и студенческих коллективах. В заключении хочу предложить одну цитату, которую можно прочитать на двери университета Южной Африки. Звучит она следующим образом. Уничтожение любой нации не требует использования атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана на экзаменах учащимися. Пациенты умирают от рук таких врачей, здания рушатся от рук таких инженеров, деньги теряются из рук таких экономистов и бухгалтеров, человечество умирает от рук таких религиозных ученых, справедливость утрачивается от рук таких юристов и судей, управление теряется в руках законодателей. Крах образования – это крах нации. Так написано на дверях этого университета. И незаконченное предложение. Есть надежда, что такая надпись появится. В заключении я хочу поблагодарить работающих со мной по этому материалу доцентов Татьяну Викторовну Вратилину и Игоря Владимировича Жужгова, доцентов кафедры правовой культуры и защиты прав человека. У меня все. Спасибо. Спасибо.